Российский военный эксперт изучает любительские кадры, снятые в Цхенвале 8 августа. На видеозаписи, которую прислали в нашу рубрику «Мобильный репортер» первые часы операции «Чистое поле». Грузинские танки находятся в жилых кварталах города. Снаряды летят в окна мирных жителей. Слышен смех и комментарии грузинских военных. Наш корреспондент Тимур Кусов сегодня подъехал к тем домам, по которым вели огонь из танков. Стрельба по живым мишеням. Залпы из крупнокалиберных орудий, гранатомётов и пулемётов оставляют чёрные следы дыма и огня в квартирах, домах, подвалах. Мирные жители Цхенвала, те, кто успел убежать в укрытие, пытаются успокоить детей. Люди едва сдерживают слёзы, и их становится почти неслышно, когда в перерывах между канонадами на улицах ликует грузинская армия. Операция «Чистое поле» начиналась с таких развлечений. По этой дороге грузинские войска входили в Цхенвал. Здесь, на пересечении улиц Исака и Героев, колонна сделала первую остановку. Все эти пятиэтажки оказались под шквалом огня. Стрельба не прекращалась ни на секунду. Снаряды разного калибра попадали прямо в окна мирных жителей. В этом доме не осталось ни одной целой квартиры. Одни сгорели, другие попали под массированный обстрел. Квартиру Олега Сланова изрешетили сперва пулемётной очередью. Затем в ход пошли орудия помощнее. Там стоял танк, пока туда тот дом попал. Потом развернул дуло и сюда. Прямо выстрел из танка. Со своего балкона Олег показывает развилку, где грузинские подразделения разделились и ушли в жилые кварталы. Когда подъехали сюда, они по-грузински говорили, говорят, давай, отгладим их пока. Когда сюда стреляли, потом что-то они говорили, что звука не слышно. Наверное, вот они в подвалах сидят. Ну, сейчас пойдём, потом отгладим всё это. Люди до сих пор приходят в себя, а по ночам их мучают кошмары. На их глазах убивали их родственников и соседей, стариков и детей. Они жертвы и очевидцы агрессии. Стояли вон на дороге и стреляли на перекрёстке. И стреляли в мирных жителях. Прямо стреляли в дом. А мы в подвале находились. Опьянённый очередным успешным попаданием в кухню или спальню, грузинский стрелок, до зубов вооружённый снарядами и видеокамерой, недолго выбирает очередную цель. Вот здесь сидели, дети вот здесь спали. Закрыта была дверь, это, откройте, откройте дверь. Это грузины кричали. Все жители этой небольшой пятиэтажки провели в подвале 4 дня и 4 ночи. Без хлеба и воды. Вот как нас убивали танками. Вот сюда пришли, стреляли прямо. Вот стояли вот здесь грузины. И нас бомбили. Вот дом, что нам сделали. Туда-сюда ходили мальчики этой грузины. И мы в подвале сидели, просто крыки слышали. Сейчас это наш. Это уже наша земля. У-у-у! Кричи, варка, ку-ку-ку-ку! Грузины восторженно кричали, убивая из танков, гранатометов и пулеметов беззащитных женщин, стариков, детей. Эти кадры мы показали жителям Схинвала. Да-да-да, вот сейчас они поедут к нему и будут сидеть. А эти по-грузински ругают, что вы хотите где-нибудь. Мы проехали по маршруту грузинской колонны, поливавшей из орудий всех и вся на своем пути. На этих улицах не осталось уцелевших домов или квартир. Тимур Кусов, Казбек Бутаев, Чермен Цураев. Вести, Южная Осетия. Прокомментировать эти кадры мы попросили заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Анатолия Наговицына. Он дал интервью нашему каналу. Очевидно, что здесь идет бронетехника впереди. А это, скорее всего, бронетранспортер, у которого крупнокалиберный пулемет. Наверху по нему ведется огонь. Причем он не прицельный, а это уличный вариант. Отснят по жилым кварталам, очевидно. Но это не боевые действия. То есть, по-моему, ведущий огонь, он даже не пытается как-то спрятаться? Нет, здесь стекла уже в зданиях отсутствуют. Значит, были огневое поражение, мощная взрывная волна. И вряд ли кто-то из населения остался. Скорее всего, люди в этом случае пытаются укрыться в подвалах. То есть, реально в этих зданиях, подвалах могут находиться люди? Да. Стрельба подобного рода, ну, скорее всего, какой-то азарт боя, бравада, которая не встречает сопротивления. Двигается техника, осознание безнаказанности и огневого превосходства позволяет стрелять, тратить боеприпасы, направляя и по жилым зданиям, и по административным. Одним словом, все, что встретилось на пути этой техники. По звуковому фону чувствуется, что ход пошел в серьезный уже более калибр, уже не пулеметного, а скорее пушечного калибра. Затрудняется, конечно, определить, какой. И прежде всего, самое главное, это прицельная стрельба по окнам. Здесь есть некое подобие истории с игровыми автоматами. И, наверное, и возраст того, кто снимал и ведет этот огонь, он говорит о многом. Во-первых, это молодые люди, у которых еще не сложилось серьезное отношение к жизни, понимание того, что происходит, ну и, естественно, очевидно, какой-то инструктаж. За счет вот такого огневого поражения безадресного, патронов не жалеть, завоевывается некоторое моральное превосходство, вседозволенности, хотя фактически все, что здесь происходит, по законам нашей цивилизованной планеты, это называется воинским преступлением. Потому что никакого конкретного противника нет, идет война с местным населением. Это является серьезным нарушением правил ведения войны. В ближайшее время запись, скорее всего, отдадут на экспертизу, ведь если будет доказана достоверность, это дополнительное свидетельство преступлений, совершенных в Скинвале, и повод для обращения в суд. Олег Глухих собрал комментарии экспертов, которые уже увидели кадры. На войну, как на веселую прогулку. Вместо видеокамеры, мобильный телефон, цель поездки видна из кадров, сделанных автором этой записи. Я видел расстрелянную скорую помощь, я видел также расстрельные, раздавленные «Жигули» с женщинами и детьми внутри. Это тоже проделки вот этих танкистов. Эти три танка, они как раз в центре города, крутились по площадям, стреляли по гостинице, по жилым домам, по всем объектам, и даже заехали на базу миротворцев и расстреляли казарму. Но то, что им не противостояла никакая вооруженная сила, это факт. То есть они просто ездили и стреляли по мирным жителям. Наверное, это кощунство, но, с другой стороны, это еще свидетельство того ужаса и того беспредела, который творили грузинские военные в Цехенвале. Я думаю, что это южные окраины, потому что все-таки в центре не так много разрушений, а вот на юге они ездили совершенно свободно и достаточно долгое время. Видеолюбитель за гашеткой крупнокалиберного пулемета явно радуется безнаказанности. Ни одного выстрела в ответ. Кругом только жилые кварталы. Впереди и сзади идут свои танки, что придает уверенности. Все здравомыслящие люди, а я отношу себя к этой категории, они, конечно, гневно возмущены такой агрессией, наглой агрессией. Грузии против народа Южной Осетии и Абхазии. Человек, отдавший приказ на военные действия, он должен быть привлечен к уголовной ответственности за содеянное. Вот моя позиция такая. В промежутках между стрельбой отборная ругань. Чем поднимали боевой дух перед вылазкой, можно только догадываться. Любой боевой фрагмент на любой войне такого рода, он должен иметь свою логику. Вот то, что я увидел, там никакой логики не было. Это просто разудалая банда, врывающаяся в мирный город и палящая по мирным домам. Это не война. Это очень похоже на пьяный фашизм. Боевая задача в названии. В чистое поле надо было превратить схинвал. Пусть он будет непригоден для жизни, куда важнее другая цель. Территориальная целостность, обещанная руководством страны. С юридической точки зрения, это воинское преступление, которое попадает под действия Женевских и Венских соглашений 1948 года. Там прямо сказано, что армия не ведет боевые действия против мирного населения. И те, кто такие вещи допускает, подлежат суду. Поражает цинизм, что очевидно же, что здесь нарушены нормы, обычаи ведения войны, но эта пленка попадает на сайт российского телевидения. То есть грузинские солдаты даже не понимают, что они предоставили вещественное доказательство своей деятельности, которая может считаться противоправной. И эта съемка может стать свидетельством либо на процессе в Международном уголовном суде, либо, уж по крайней мере, это показывает грузинскую армию в крайне неблагоприятном свете. Автор этих кадров неизвестен. Видео прислал анонимный пользователь. Но понятно, что телефон могли взять только с тела убитого грузинского солдата, который незадолго до этого радовался безнаказанной стрельбе по мирным домам. Олег Лухих, Павел Новиков, Вести.